По традиции перед началом встречи у жителей центрального района была возможность задать наболевшие вопросы руководителям профильных управлений напрямую. Они касались ЖКХ, здравоохранения, образования и других актуальных сфер. Больше всего людей интересовала работа общественного транспорта. У меня большой вопрос к департаменту транспорта, когда наконец наши автобусы станут нормальными, чистыми, отремонтированными. Мы провели конкурс, согласно этого конкурса они выиграли маршруты и согласно этого конкурса они просто обязаны до 1 июня заменить свой автопарк. И автобусы должны быть, а, все с кондиционерами, б, с доступностью. Я когда с ними встречался, я им говорил, если бы вы, перевозчики, ходили на сходы и видели бы людей, то вы бы услышали много негатива о том, что ваши автобусы трясутся, что они грязные. Также Анатолий Пахомов отметил, что уже в мае все автобусы должны перейти на безналичную оплату. Во-первых, для удобства сочинцев, во-вторых, это лишит возможности недобросовестных водителей забирать часть выручки, которую перевозчики могут потратить на покупку и ремонт автобусов. Анатолий Пахомов предложил сочинцам создать народный контроль, чтобы следить за качеством перевозок в общественном транспорте. Другой не менее важный вопрос касался ночных гонщиков, которые после полуночи без глушителей носятся по центральным городским улицам и не дают возможности уснуть гостям и местным жителям. С этим нужно покончить раз и навсегда, потребовал глава от полицейских. В свою очередь, жители КСМ пожаловались на то, что в их активно развивающемся микрорайоне до сих пор нет пункта полиции, ближайший только на Макаренко. Мэр попросил пойти людям навстречу.